Привет, дружище! В удивительное время живём. Человечество вспомнило про MMORPG, но забыло как они должны выглядеть. Амазон выкатил свой нью ворлд на сцеником в 20 баксов и убогой боевой системой, основанной на трёх кнопках, зато пообещал веселое и бодрое пвп в максимально унылой игре. Ну да, ну да. Но, есть ли хотя бы какая-то альтернатива для нормальных людей, которые дружат с головой. И представь себе, есть игра совершенно бесплатная, с намного более живой и динамичной боевой системой, огромным миром и целой охапкой разных занятий. Это если что, я сейчас говорю про Black Desert Online. Да-да, это та самая игра, которая выходила на Орлов ещё в 2015 году, вроде бы это было не так давно, но по факту уже более семи лет назад. За это время БДО фанаты MMORPG хоронили уже столько раз, что просто не посчитать. Да и я сам, вот если честно, ставил уже не один раз крест на этой игре и говорил, что больше ноги моей не будет в этой пустыне. Но, как ни странно, рано или поздно я снова возвращался в эту песочницу. Песочницу я упомянул тут не просто так, в названии речь как бы идёт там про песок, но в пустыне, да и было бы логично отпустить такой вот халтурный каламбур, ну а ставим это для других каналов. А сейчас я со своей немой ассистенкой расскажем тебе, почему БДО является одной из самых лучших песочниц и почему многие люди в неё неправильно играют, для самых любопытных и кто решит проверить всё мною сказанное, ссылка на игру будет в описании. И для начала, хочется повторить свою фразу из обзора Lost Ark. Я ненавижу эту игру, за то что тут слишком много занятий, но тебе всё равно нечем заняться. Игра тебе предлагает контент на года вперёд, но чтобы найти этот контент, ты должен быть настроен на его поиски. Смекаешь о чём я? Нет? Скажу проще, БДО, это игра про гринд, где тебе ничего другого открыто не предлагают и если тебе не интересен постоянный фарм одних и тех же мобов ради фарма других более крутых мобов, то говорю сразу, тебе тут делать нечего. Даже не учитывая огромный кусок контента под названием ПВП. Увы, чтобы к нему дойти тебе всё равно нужно будет через ПВЕ добыть себе тонну экипировки, прокачать персонажа и не тронуться кукухой в бесконечном дне сурка с гриндом и заточкой. И на этом моменте я думаю вы там, с той стороны экрана уже поделились на два лагеря. Одни согласны с тем что в БДО делать нечего, а другие уже достают свои щиты и готовы оборонять игру от тухлых помидоров. Но давай посмотрим на БДО немного под другим углом. И начнём с простого вопроса. Вы точно хотите играть в корейские игры? Black Desert Online это золотой стандарт игр подобного жанра. На скелет из гринда налеплена целая куча разных дополнительных механик, которые и призваны вырвать тебя из петли повторов одного и того же. Рыбалка, охота, крафт, разные товары и коневодство. Выбирай любое занятие и проникнись неспешной и беззаботной атмосферой мирной жизни. Лично знаю людей, которые заходят в игру дабы просто почилить на прокачке лошадей и попытаться там пробудить особого жеребца по типу дума, пегаса или единорога. Странные люди, знаю, но это тебе как пример того чем можно заниматься и не упарываться в прокачку себя любимого и циферок урона. В БДО играть нужно не спеша, мировые боссы никуда от тебя не денутся, успеешь их зафармить ещё, они стоят на таймере и никуда от тебя не убегут. Ты можешь так же вступить в гильдию и тусить там, ходить с народом на гильдийных боссов и осады, а можешь просто чилить с удочкой на берегу или составлять какую-то мелодию забив на гонку за экипировкой. И считаю на этом моменте стоит важным тебе напомнить об особенностях заточки в БДО. Она опять таки в лучших бурятских традициях, то есть шансовая, а бижутерия вообще сгорает при неудачной попытке её апнуть. Есть конечно способ засейвить предмет, но это довольно таки не дешёвое удовольствие в плане игровых ресурсов и валюты. Кстати о валюте, напоминаю почему у многих игроков горит жопа. В БДО нельзя передавать почти ничего между разными игроками, у себя на аккаунте ты спокойно можешь передавать что хочешь, а вот делиться с другими, пардон, но тут как в том самом меме. Ты хочешь меч, так держи тебе ветку. Да и вообще, стоит наверное прояснить ситуацию ещё немного. В БДО социальная часть не особо-то развита, ограничивается она действиями в гильдии и всё. За её пределами считай соло-игра. Если кому-то не понятно как это, просто вот тебе пример. Социальная часть БДО это, боже упаси геншин. Другие люди рядом бегать могут, но особого смысла от этого нет. Хотя в последних патчах разработчики немного попытались сместить вектор игры в сторону пати контента, но пока что это только очень маленький и скромный шаг. Хотя вот блин даже в геншине есть данжи с испытаниями, а в БДО, в БДО ничего подобного нет. Да, есть храм Анакерона и руины Гестии, но это просто отдельно вынесенные места для фарма мобов. Является ли минусом отсутствие таких вещей как данжи, пати контент и свободная торговля? Для одних достаточно будет и первого пункта, чтобы не играть в Black Desert, а для других же, наоборот, меньше взаимодействия с другими людьми будет только плюсом и поводом установить игру. Да и по сути почему бы нет? Боевая система в БДО всё ещё является одной из самых лучших из MMORPG. Это нон-таргет система с огромным количеством умений и всё это сверху приправлено ещё обилием разных классов. Хотя, если говорить вот прям честно, то разработчики и тут схалтурили и сделали гендерную привязку класса. Бесит ли это? Частично. Почему частично? Просто почти уже у всех классов есть гендерная противоположность. Не прямо один в один конечно же, но со своими особенностями и это... Напиши-ка в комментариях, хорошо это или нет. Прокачка персонажа тут кстати очень быстрая, за сутки можно спокойно взять себе 58 уровень, ну а серьёзная игра начинается уже примерно с 60. Просто пролетай по карте через поты мобов твоего уровня и всё, вот и вся прокачка. Заметь. В отличии от других обзорщиков я всё ещё не затронул старую затёртую шарманку про графику и... О какой же тот крутой конструктор персонажа! На графику ты и смотришь вот в этом видео. Увы ютуб скотина, всё равно пережмёт картинку на редактор персонажа, ну что, ну вот он. Лепи себе вайфу или свою бывшую, делай что угодно и на что тебе хватит фантазии, только держи себя в руках. А ещё лучше, давай поговорим с тобой про пвп. Ага, только что так громко заявил об этом, но что тебе рассказать я даже не знаю. Тут обычное опен ворлд пвп, включил пока режим и иди бей кого хочешь. Есть наличие системы кармы, как в бленэйдж, отмывать её нужно будет очень долго и нудно. Так что если ты решишь драться за спот, будь уверен что оно того стоит, ведь если ты покрасишься в красный, приготовься быть мальчиком или девочкой для избиения всех кто тебя только увидит. То ли дело осады. Вот тут вот пвп в бдул раскрывается по полной в массовых замесах и просадках фпс под плинтус, если у тебя дохленький пк. Кстати об этом. Нужно было наверное ещё раньше это сделать, но зато к этому моменту тут осталась только максимально заинтересованная в игре аудитория. Вот тебе системные требования. Ну а вдруг ты решишь проверить на себе всё о чём я рассказывал выше, но не знаешь пойдёт ли у тебя игра или нет, вот теперь ты знаешь. Ну и для более полной картины и плавного перехода к выводам мы ещё не обсудили знаешь что? Дааа, то самое, тёмную сторону БДО. Да, гранат. Black Desert игра очень странная, тут можно жить и без вливания реальных денег, всё ты можешь получать внутриигровым способом, но очень и очень не быстро. Из обязательных растрат, которые тебе возможно предстоит сделать, это увеличение переносимого веса, несколько петов и горничных. Возможно кто-то в комментариях ей ещё посоветует что-то купить, но оставлю это на совести советчиков, а свой список закупок я только что огласил. Повторюсь, без этого играть можно, и новичку даже я советую играть именно без этого всего. Но вот если ты решил задержаться надолго в игре, то разок всё же придётся тряхнуть кошельком и играть себе потом в кайф. Покупка петов, переносимого веса и горничных, всё это, если что, единоразовый на аккаунт и действовать будет на всех твоих персонажей. Такие вот дела, дружок пирожок. И давай начнём подводить итоги. БДО. Игра, в которой крутая боевая система, графика и красивый мир с кучей разных занятий. Но так же БДО это игра, в основе которой лежит фарм, нет социальной сильной части и единоразовый донат. Хотя как бы напоминаю, донат в наше время сейчас есть везде, так что не будь скупердяем. К любому из этих пунктов можно придраться если очень сильно захотеть, но лучше вместо того, чтобы спорить, попробуй игру сам. А затем напиши в комментариях своё мнение на вот такой вот вопрос. Соврал ли я хоть где-то в этом вот обзоре? Ссылку на игру если что я оставлю в описании. А на этом у меня всё, ставь лайк если видео было не душным, подписывайся на канал если хочешь ещё больше контента от меня. Тереби бубенчик под видео, во имя легализации шаек, удачи и пока!